По древнему поверью, праздник Ивана Купала олицетворяет рассвет сил природы. Он заполнен обрядами, связанными с водой, огнем и травами. Считалось, что в эту волшебную ночь оживала природа, и даже деревья переходили с места на место и шептались. С магической силой просыпалась также и вся нечисть – лешие, русалки, водяной, черти и прочее. Существовало множество поверьей и легенд на этот счет. Ребята с большим интересом слушали рассказы сотрудников музея. Такие мероприятия мы проводим круглый год. И, конечно, они сезонные. Стараемся делать это под праздники, под определенные праздники. Это не только языческие праздники, это и наши христианские праздники. И, конечно, которые и новые праздники. Это Петр и Феврония. Чтобы дети знали не только какую-то там молодежную среду, но и знали действительно нашу с вами российскую историю и культуру. В этот праздник на Руси разжигались костры и вокруг них водились хороводы. Детворе раздали ленточки, где они записали свои желания, а затем повязали их на березку. Наши предки на день Ивана Купала гадали, колдовали, обращались к силам природы, а также к духам стихий огня и воды. Девчонки тоже не упустили такую возможность. На лепестках ромашки и воде они определяли имя суженого. Приговаривая заговор, ребята прошли обряд омовения колодезной водой. Травы, собранные в купальную ночь, обретали магические свойства. Поэтому по старинному русскому обряду ребята искали и собирали подорожник. Мальчики собирали ветки и вязали веники, а девочки плели венки из полевых цветов. А затем надевали их мальчишкам, тем самым выбирая себе пару. Потом, взявшись за руки и загадав желание, наверняка самое заветное – прыгали через костер. Понравилось плести венок, прыгать через костер. Я сегодня загадала желание, оно обязательно должно сбыться. Мне очень понравилось, я узнала для себя что-то новое, хорошие конкурсы были, очень весело. Мне понравилось то, что мы прыгали через костер, так волнующе, думала, что упаду. Мне понравилось, когда мы ходили искать подорожники, и больше мне понравилось, что мы прыгали через костер. Еще мне понравилось, когда мы кораблики запускали, еще понравилось, когда мы желание загадывали. А какое желание ты загадал? Чтобы мои родители никогда не ссорились. Мне больше всего понравилось прыгать через костер. Это самое такое было. Ну, я и желание загадал тоже, когда прыгнул через костер. В завершении мероприятия ребята провели самый сокровенный обряд. Изготовили огневицу и пустили ее на воду вместе с венками. Огневица – это символ света, добра, защиты и покровительства. Наши предки верили, что запустив ее по воде, можно избавиться от болезней, неудач и проблем.